Мы прилетели в Лас-Вегас, праздновать с Модним Рождением. Он завтра, 4 мая. Вот, кто тут? Моя сестра. Летели мы часов 5 или 6, устали, прибыли в отель Ария. Я давно хотела там остановиться, и я, честно, ожидала большего. Ну ладно, он такой современный, там очень много ресторанов, кафешек. Классное место мы нашли для завтрака, мы кушали крейп с салмоном, это было невероятно вкусно. Ходили в ресторан на мой день рождения, нет, после моего дня рождения. Кэтч называется, такой рыбный ресторан, очень красивый, потом покажу, тоже покажу. Это вот казино, автоматы. Я не болею граммани, мне это неинтересно, но мы продули долларов 160 с сестрой, мы попробовали играть в рулетку. Было весело, было весело, но ничего не выиграли. Нам нужно было ждать 2 часа нашего номера, мы пошли погуляли. Это отель Беллажо, мой любимый отель, красивейший отель. Могло бы и там остановиться, но это было дороже. Тут такие обалденные десерты, вообще в Лос-Вегасе невероятно вкусно. И рыба, и десерты. Ну я как бы больше ничего не пробовала, наверное, но мне все очень... А, суши, суши. Мне все вкуснее, чем во Флориде. Вот, вот чем я люблю Беллажо, это вот этой инсталляции. Каждый месяц они вроде бы меняют, это живые цветы. Представьте, какой там заново. Боже мой, невероятно. Какая девочка-прометесса фотографируется с чайничком. Вот, в этом месяце Алиса в стране чудес. Просто волшебно, это волшебно. И весь отель уставлен живыми цветами. И я думала там остановиться, реально. Думала там остановиться, ну что я пожопилась. Лишние 40 долларов в день, мы три ночи останавливались. Что-то я ступила. Ну ладно. Ой, как красиво. Ну, согласитесь же, красота. Вот. Суши, а что я расстроилась-то? Я расстроилась. Я расстроилась. Не без драмы. Третьего мая, день моего рождения, пишет мне мой бывший, который 24 года мне старше. Тебе я тебя всегда буду любить. Поздравляю с днем рождения. Кстати, удали свой пост на инстаграме. Ты выглядишь там, типа, как идиот. Ну, не как идиот, ты плохо выглядишь. Ну, не внешностью, а он не понял, что я там написала. Но это меня задело, и я расстроилась. Ну, ладно. Это вот номер в нашем отеле Ария. Номер современный. Боже мой, какие там кровати удобные. Это самая удобная кровать в моей жизни. Я спала, как на облаке. Вот вид такой на отель Космополитен. В отеле Космополитен я останавливалась в прошлый раз со своим вот этим вот бывшим, который у меня мозги до сих пор композирует. Мы с сестрой на бассейн пошли, она очень хотела позагорать. Я особо, мне не нужно загорать, я живу во Флориде. И решили пойти погулять по отелям. Это отель Венишин. Мне нужно было съесть этот круассан. Вот что я хотела на день рождения. Не торт, никакой десерт, а круассан с фисташковой начинкой. Мне моя подружка Валерия посоветовала это место. Я там уже была. Это в отеле Венишин. Бейкеры называются Zipola. Боже мой, это просто кайф. Если вы когда-нибудь в Лас-Вегасе, отель Венишин, бейкеры Zipola и в зелененький круассан. Моя сестра скептически к моей идее отнеслась. Зачем тебе этот круассан? Но когда она попробовала, она поняла, почему. Это любовь, просто любовь. Вот мы гуляем в Лас-Вегасе. Это очень интересные персонажи. Очень было жарко, было просто пекло. Но это вообще пустыня. И вот первый день, да, это первый вот этот день в нашей поездке было пекло. Такой у меня костюмчик модный. Опять мы на бассейне. Это уже день моего рождения. Я не хотела ни алкоголь пить, ни какие клубы, ни бары, ни рестораны. Я хотела в огненную долину, на закат. Вот этот тур назывался Sunset Tour, Value of Fire. Я кайфанула, я кайфанула. Ну, было не идеально, потому что небо было серое, очень ветрено, и заката не особо было видно, но все равно. Но все равно вот когда солнце начало, как это называется, заходить, вся долина, она как загорелась, загорелась вот этими оранжевыми, оранжевыми тонами. Вот там был отрывочек, где мы лежим с сестрой, медитируем. Было классно, было здорово. Я рада, что я день рождения именно так провела, а не в шумной какой-то компании, с алкоголем, с кучей салатиков и тортами. Вот это был кайф, я довольна. Я довольна этим моментом, хотя были моменты, которые меня расстроили. Это вот мой бывший, который меня мозги компенсировал, и зачем ты решил, вот он меня так расстроил. Я ему потом написала, ты перешел мои границы. Вообще, я его заблокировала везде, а он мне пишет о том, что я запостила на Инстаграм. Я такой, ты вообще шпион, сейчас ты. Вот, ладно, не будем об этом. Это Фримонт-стрит была, я не советую туда идти, но вы видели, какой там треш. Мы опять решили прогуляться часик по Лас-Вегасу. Один из дней, наверное, это третий день нашей поездки, был очень ветреным и было холодно. А еще прикол, что мы не попали ни на одну вечеринку, и вот все-таки моя сестра соизволила согласиться пойти на вечеринку на бассейне в воскресенье. Мы выходим на улицу, а там Дубак, и все бассейны закрываются. В общем, как бы еще один затык в нашем приключении. Это мы пошли на ужин уже 5 мая после моего дня рождения. Ресторан называется Кэтч, он в отеле Ария. Было вкусно, было вкусно, очень там красиво. Это я иду в таком ансамбле голубом. Голубой – это мой любимый цвет. Вот такая вот я мадам. Это уже другой отель. Называется Уин. Очень мне понравился этот отель. Я там, кстати, ни разу не была. Он достаточно новый. Тоже красотень просто. Вон моя сестра. Она вся в черном, а я вся в белом. Отражает наш характер. Белый лебедь и черный лебедь. А это уже Грэн-каньон. Последний день нашего путешествия. Очень круто, очень красиво. Я уже третий раз там. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова